Не ямбом ли, четырёхстопным, Советным ямбом, да потопным, Начать свой первый стих. Из памяти изгрызли годы, Кто и за что в Хатине пал, Но первый звук Хатинской оды Нам первым криком жизни стал. Хатинская ода – это первая ода Ломоноса, 1739 год. Написанная, честно говоря, по, Ну, сейчас бы мы сказали, совсем незначительному пункту. По поводу очередной победы Маленькой группы русских войск в Турции. Хатин. Тогда что, турецкая война? Нет, Суворов ещё только-только рождалась. Это первая турецкая война, 1739 год. Но, тем не менее, Ломоносов, по-другому, написал. Целую большую воду, когда было принято, Тогда писать оды. В сто строчек, в двести. Он написал очень похоже, Что касалось бы. Сто внезапный ум пленил, Зовёт наверх горы высокой, Где ветер в лесах шуметь забыл, В долинах тишина. Внимая нечто, Круч-попчин, Который завсегда шуметь. Это был тот же самый разум. И дальше, У Ломоносова, конечно, Были ещё причины, кстати, А теперь давайте так, Чем вообще можно мерить стих? Стопами. Так, стопами. Пойдёт ещё. Стопами. Стихами. Так, стопами. Строчками, то есть стихами. Стихами. Ритм, словами. Словами это непонятно. Нет, ритм. Ритмом тоже непонятно. Сурин. Строкой, а я. Строкой. Строкой. Это написано. Строкой. Строкой. Целой? Нет. Мы надавали. Буквами. Буквами? У нас уже были похожи на вопрос. Слогами. Слогами, отлично. Злогами. Что меньше стопами? Слогами. Злогами. Что больше стопами? Булликовыми. Вы сказали одну очень похожую на правду вещь. Вы сказали слово. Я, пожалуй, есть к ной. Представляете? Но в скопах напишу слово такт. Чем мы меряем стихи? Мы можем мерять слогами. И это действительно самое меньшее. И тогда это называется силлабика. От греческого силлабос, то есть слог. Силлабика. Силлабика на наш современный слог. И слух звучит очень странно. Надо приучесть на слух помнить, сколько слогов в каждой строчке. Силлабика на наш современный слог. Силлабическими стихами. Но они действительно нам сейчас очень странны. Мы их не берем. Они нам не привычны. Дальше. Слово или такт. Что это значит? Почему я написал вот так? Слово и такт. По одной простой причине. Потому что слово не всегда имеет на себе ударение. Давайте так. Сколько это слов? Ни в чем. Три. Три. Это действительно три слова. По ударению. А ударение сколько? Одно. 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 Ни в чем. То есть это один такт. Давайте еще найдем такие примеры. Какие-нибудь более, наверное, сложные. Кое-кто. Как? Кое-кто. Кое-кто. Ну, кое-кто, строго говоря, одну сроку. Кое-кто. Оно не случайно через дефис пишется. Еще. Как-нибудь. Ну, опять-таки одно слово дефис там не случайно. Давайте с предлогами что придумывайте? Ни на что. Ни на что. Ни за. Согласен. Или ни за что. Ни. Еще. Ни о чем. Полно сло. Можно сказать не на что. Ни на что. Да? Или не за что. Это тоже будет три слова, но один так. С другим ударением, конечно, да? Еще раз. Ни. Ни о чем. Ни о чем. Ну, это примерно то же самое. Давайте что-нибудь поинтереснее. Не о том. Пол реки как. А пол реки. А пол реки. Одно слово. Да. Ну, по графике сейчас считается, что это одно слово, конечно. Да? Потому что пол реки мы пишем тоже. Как? Слитно. Пол реки. Слитно. Слитно. Пол реки мы пишем слитно. Да. Конечно. Конечно. Ну, скажем, пол Москвы пишем раздел. Да? В реке. В дефис. В реке. Вот. Тем не менее. Да. Через дефис, конечно. А в реке. В реке. Ну, конечно, да. Согласен. Так. Еще берлоги. На мосту. На мосту. Ага. Еще. На офицере. Как? На офицере. На погоне. Ну, на офицере это как страна. Ну, нет, на погоне. На погоне. На погоне согласен. Да? На. Угу. Еще. Вода. А где случай, когда ударение вообще переносится на предлог? На предлог. Ни в чем не бывал. Только один пример. За полночь. За полночь. Хорошо. Отличный пример. Еще. Выйти из дому. Да? Или из лесу. И это тоже будет одно слово. Хотя все ударение на себя перетянул в предлог. За светло. За светло. Пойдем. Но это и одно слово. Согласись. Значит. Это у нас с вами такт. То есть слово или группа слов, которые на себе имеют одно ударение. Такая система называется тоника. Давайте вспомним такие стихи. Я думаю, кому-то не из вас известны. Пойдем. 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 «Пойдем». Пойдем. Есенин. Есенин это близко. Kö бы. Скорее ничего. Близко до Маяковской. Вот Маяковский как раз любил такую вот тоненьку рубленых, да? Чем, наконец, дальше можно меняться? Целым стихом. Когда стихи равны друг другу просто как стихи. И тогда это называется мощным словом вера-либра. То есть по-французски свободный стих вер, вспомните, версус, латинское, это стих, либр, это свобода. Итак, свободный стих, в котором нет ни размера, ни, как правило, лифмы, и где стихи равны друг другу просто как стихи. В этом случае мы считаем, что в каждом, в каждой строчке, в каждой стихе должно быть одинаковое количество чего? Слагов. Во втором случае, стоп. В третьем случае, тактов. В четвертом случае, стихов. Ну и осталось понять, как называется вот эта свистель. Самая наша известная, которой мы привыкли с вами писать. Очень бы хорошо ее назвать стопик, но это слабо-тонико. Я думаю, вам знакомо, хотя вы из математики, слово константа. То есть, постоянное, да? Вот постоянное величина. Здесь слово, здесь стопа, здесь слово, здесь стих. И она при этом наименьшая постоянная. Если мы начнем мерить силабические стихи стопами, у нас ничего не получится. Если мы начнем мерить, скажем, силабо-тонические стихи стопами, у нас тоже ничего не получится. То есть, получится ерунда. Значит, каждому нужна своя мера. И вот это, пожалуй, очень и очень важно. И мы с вами для начала займемся, как ни странно, самым сложным. Как вы думаете, что самое сложное? Смерли вы? Не верю. Смерли вы? Не верю. Смерли вы как? Обоснуйте как-то свое мере. Так, почему? Ну, считаешь, сколько ударений, строчки, и все. Вероятность слабо-тоника? Вероятность слабо-тоника. Почему? Потому что как определить, сколько стоп? Как определить, сколько стоп? Это тоже проблема. Еще? Затем надо определить, что... Определить размер надо. Ну, во-первых, размеры больше, с теми согласились. Ну, да. Во-вторых, трудность именно в том, где поставить границу. Спасибо. Спасибо.